Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Айтоновым. Добрый день. Вот я у себя в фейсбуке наши новости ставлю время от времени. И вот мне пишут, очень много пишут люди, говорят, вот ваш Лайтман соединяет как бы ислам и мусульманство. Ислам крайний и мусульман. Вы, бывает, резко говорите, что ислам входит и все. Нет, я не имею в виду саму религию, ислам, а имею в виду ее крайних апологетов. Это понятно, что я против самого ислама, против того, что написано в Коране, ничего сказать не могу. Там написано тысячи прекрасных вещей. Я как философ могу сказать, что, в принципе, ислам – это добрая религия в своей основе. И существуют, конечно, там и свои крайности. Если их не раздувать, не развивать, и искусственно не ставить над всеми остальными, то это религия, с которой можно вполне ужиться любому человеку в мире, ни религиозному, ни исламисту. Но, с другой стороны, то, что сегодня преподается, это действительно не ислам. Я встречался со многими арабскими представителями. Я говорил с суфи, допустим, это представители арабской кабалы, что называется, и так далее. И могу только одно сказать, что среди них стремление к любви, к связи между людьми, эти дервиши и так далее. То есть это было все очень развито когда-то. Но на сегодняшний день это совершенно все преобразилось. Об этом много пишут, есть исследователи этих явлений сегодняшних, как и в прошлом были исследователи явлений исконного ислама. Так что то, что я говорю, это то, что сегодня сделали с исламом. Нельзя быть крайним, идти на убийства других и так далее без разбора, а потом прикрываться религией. Религия здесь ни при чем. Причем, как ты ее используешь. То же самое могу сказать и в иудаизме. Есть огромное количество людей, которые пропагандируют ненависть, в то же время как сам иудаизм, это возлюбие ближнего, как себя. И ближний – это ближний, это просто любой человек, который рядом с тобой. То есть это все в религии, но не так, как ее трактуют люди. Понимаешь? Поэтому заезжай куда-нибудь в религиозный район, ты увидишь, как они сторонятся всех остальных в Израиле, что они делают в Америке, там, в своих районах и так далее. То же самое это можно сказать и про ислам, и про все другие. Проблема в том, что ислам, он сегодня на подъеме, на религиозном подъеме. Причем религиозный – это крайне религиозный. Политический. Да, это когда они прикрываются религией, а на самом деле делают свою политику. Я не политик, я философ. И поэтому, будучи совершенно нейтральным и не обязующимся ни к какой стране, ни к политической партии, ни к чему, я высказываю точку зрения свою, как человека, который изучает кабалу, и как выступает с точки зрения понимания развития природы, ее общего внутреннего закона, и его внутренней этой силы, кстати говоря, которая называется Алла, высший, или он. То есть… Аллах. Да, то есть Аллах. Это то же самое. Только надо доктовать его правильно. Это сила любви и связи между всеми в мире. И тогда мы увидим, что между настоящим исламом внутренним и между кабалой и настоящим удаизмом нет никаких абсолютно расхождений. Продолжение следует... Продолжение следует...